Здравствуйте, дорогие друзья! Снова рад вас приветствовать. И в этот раз я уже не в Тарсе, а сейчас я нахожусь примерно 700 километров от Тарса. И это Иераполис. Это древний город Иераполис, от которого сейчас, конечно, остались одни развалины. Это вот амфитеатр, остатки амфитеатра. Сзади меня остатки амфитеатра, в котором мы год назад проводили. Тоже собрание пели, поклонялись, молились, высвобождали помазание на Турцию. Вот мы здесь были, нас было 600 человек. И что происходит? Я вижу, как Дух Святой, он просто сейчас меня самого перезагружает. Он просто ведет меня, ведет. Я чувствую, что мои сны очень сильно обострились в эти дни. Вот после уединения в Тарсе я буквально каждую ночь нахожусь в управляемых сновидениях, регистрирую их, просто запоминаю. Вот представляете, тот период, когда ты все свои сны очень хорошо помнишь. Это реально. Сегодня ночью я даже такой окунался в такую реальность глубокую, что я когда выныривал, у меня было чувство, что у меня, вот как ты вынырнул из водяной глубины, и что-то с головой аж происходит. Что-то невероятное. Я вижу, что идет подготовка меня самого к нашим всем проектам. Школа Павла, школа божественности. Мы здесь вот эти четыре дня с Олечкой находимся в Памуккале, в Иераполе. И это тот город, о котором Павел писал. В одном из посланий он говорит, я хочу, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради тех, кто в Лаодикии и в Иераполе. Лаодикия находится 20 километров отсюда. Иераполь, он здесь. И, то есть, Павел был сильно завязан, транслировал сюда жизнь. Я хотел, чтобы поднимали сыны. Я верю, что это его плод был. И символично то, что сегодня я сам себя готовлю и чувствую это снаряжение для того, чтобы транслировать такую же жизнь в огромное количество слушателей, в огромное количество сынов. И, друзья мои, мы начинаем. Школа божественности 1 марта, она стартует. Это уже завтра. И я хочу, чтобы каждый из вас, он на самом деле, вот просто отодвинул в своей жизни сейчас все. Что такое школа божественности? Это не просто рассказ о какой-то божественной природе. Это реально крещение в свои божественные возможности. Открытие в себе этих божественных возможностей. Мы уже начали, в последнем эфире я говорил за пластичность реальности. И мы сейчас зашли сюда, я говорю, смотри, Оля, представляешь, Павел писал жителям Иераполиса, называл этот город по имени, но сейчас одни развалины здесь. Вот это как написано, что видимое временно. Кто-то жил в этом городе и думал, что это что-то непоколебимое, что это можно изменить все, но не этот город. Но города больше нет, одни развалины. И это еще раз, знаете, такой как знак, это такое подтверждение тому, что на самом деле видимое, оно пластичное, оно временное, оно изменяемое. И у этого есть миллион, миллион, миллион инструментов в нашей божественной природе. Поэтому, мой дорогой друг, я с такой радостью, с таким предвкушением еще раз, еще раз приглашаю тебя на Академию Божественности. И обязательно, как часть Академии Божественности, это офлайн-встреча длиною в 10 дней. Это школа апостола Павла в Алании в Турции с 19 по 29 апреля. Оставь все. И это год божественности, друзья мои. Это реально то время, когда мы должны открыть в себе эти божественные возможности управлять этим пластичным временным миром. Временным это именно означает изменяемым. Не просто, что он пройдет, его не будет, а он на время. А временно это именно пластичность, это изменяемость. Я сейчас горю этим, я так хочу, чтобы каждый из нас, он просто вдруг осознал, что вау, эту реальность, которую я считал статичной, непоколебимой, ее можно крутить, как кубик Рубика, как тесто, как закваска, как Яков писал некоторым верующим, он говорит, что такое жизнь ваша, она как пар. То есть даже на некоторых людей он смотрел, как на меняющийся пар, на пластичное свойство воды. И поэтому нам все это надо. Мы хотим быть теми горшечниками, в руках которых есть глина. Поэтому я приглашаю вас прямо вот отсюда, из этого места, я уже жду вас, и это будет мощнейшее время. Конечно, мы посетим Каппадокию, там подземный город, помолимся на воде, под землей, там на земле, это будет очень-очень сильно. И я вас всех жду, я вас всех люблю. До встречи.